Всем привет! Тема видео. Изготовление объемных логотипов и эмблем в домашних условиях. Изготовляется из материалов, которые имеет каждый житель нашей планеты. Для начала маленькое введение, чтобы вы поняли, надо смотреть дальше видео или нет. Сразу возникает вопрос, а зачем оно надо? Ведь в продаже имеется огромное количество этих логотипов и эмблем, которые имеют хорошее качество и относительно небольшую цену. Сразу сам и отвечаю на этот вопрос. Первое. Не всегда имеется то, что вам хочется. Второе. Хочется четко подчеркнуть данную модель. Третье. Придать индивидуальность модели. И последнее. Человеку хочется именно свой индивидуальный знак. Во всех остальных случаях наш богатый рынок нас полностью удалит. Показанная технология простая и доступна каждому. Без исключений. Данная технология позволяет получить любую объемную эмблему или логотип. Это видео вам покажет самый простой метод, для которого имеется объемный образец. На любой из деталей. Эти эмблемы применимы для авто, мото, скутер, вело и в принципе для любой техники. Холодильники, стиральные машинки, компьютеры, пылесосы, вытяжки, ноутбуки, фототехника, планшеты, радиотехники, телефоны. Ну и короче говоря, применимы для всего, куда вы хотите поставить эту эмблему. Вплоть до шифонера. Это все дело я вам покажу на примере изготовления логотипа на скутерах. Итак, переходим к данному случаю. Имеем вот такой скутер. Китаец, производитель Viper. Имеет индивидуальное название. Панта, лидер. Соответственно, в данном случае мне захотелось использовать эмблему с названием Панта. Она смотрится и красиво, и как-то всем на слух приятно. У себя в городе я такой эмблемы не нашел. Поэтому начал эксперименты по ее изготовлению. Итак, поступаем к теме. Если вам интересен материал, вперед за технологиями. Смотрите, наклейки, которые я сделал. На этой фильме была вот такая наклейка, но ее не стало. Вот такая наклейка. Это объемная, видите, получается с впадинами, как положено. Сделана с металлом. Затем она еще дорабатывается. Это просто образец еще не до конца доработан. Вот такую я сделал. Но это посложнее. Такая вот. Такую наклеечку еще сзади. Это видите. Это уже полностью обработано. И она уже приклеена. Приклеена здесь еще без заклепки. Я поставлю. Так, итак, приступим к работе. Первым делом нам необходимо подготовить рабочее место. Кобрать материал, чтобы мы не бегали. Чернила с принтера. Вот я использовал желтый и вот черный. Ножницы. Карандаш. Лезвие. Лучка черной пасты. Металлический. Старенький уже здесь ничего нет. Мы его будем использовать для объемной эмблемы. Показывать, с чего я сделал. В процессе изготовления я буду говорить, с чего еще можно сделать. Вот такие детали. Вот это то, что у меня имеется, с чего я делаю. Но чем их можно заменить. Так, итак, приступим к работе. У нас вот имеется крышка вариатора. Кикстартер немножко туда подыхаем, чтобы поработать нам нужно было. Здесь имеется ведь от Лейба. Вот такая. Лидер. Штампованная. Где-то полмиллиметра на глубина ее. Чтобы нам самим не рисовать, она была по-феременному смотрелась. Вот мы с нее будем делать слепок, так называемый. Или клише, так называемый. Для этого еще надо вот такой инструмент. Ну, это вот с обыкновенной, это самое штапика взял. Вот. Одну сторону подрезаем, вторую сторону подрезаем. Вот так она должна быть в виде. То есть, вот эта ширина, вот эта ширина, соответствует вот этой канавке. Вот у меня вот это соответствует. И вторую, то есть, у меня вторая сторона вот заточена. Как раз она по ширине канавки вот это идет. По бокам. А вторая потоньше сделана. Это уже ребра будем делать. Для того, чтобы было понятно, почему мы именно так делаем, значит, я, конечно, перебывал многие методы. Вот. Мне этот понравился. Хотелось сделать метод, который очень простой и доступный каждому. Значит, ну, всегда, как говорится, начинают все. Вот, сделаю такой трафарет. Вот. Все вроде хорошо, это на Сузуке я делал. Вот. Ну, начинается, значит, очень тяжело вырезать. Некачественно получается, потому что то ли пистолетом, то ли там фоном здесь все равно, как-то как краска протекает. И качество, ну, скажу, никакого. Видно, шепот реп сразу. Вот. Значит, этот метод я отставил. Может быть, он где-то и подойдет, но в данном случае мы двигать методом пойдет. Потом я, значит, применил еще один метод. Ну, такой, значит, то есть у нас имеется вот одна лейпа, которая в углублении в боках имеется. И я, значит, что сделал? Значит, сделал вот кусок пластмасс. Пластмасса должна быть такая мягкая. Прогревается феном здесь. Хорошенько и прогревается феном. Феном, когда мы вот так вот прогрели, то есть и пластмасс, и прогрели вот это дело, значит, ну, соответственно, не сильно. Вот бы там 120 градусов. Затем пластмассовый код прикладываем быстро. И деревяшкой надавливаем. Значит, у нас получается вот такой отпечаток, видите, с углублениями. Вот Сузуки делал. Вот такой вот у меня слепок получился. И слепок получился вот этот лидер. Но чем он плох? Так оно вроде хорошо все получается. То есть работает слишком много. Берем отпечаток. Он получается на зеркальном отображении. С него необходимо еще слепок делать. Потом, значит, просто обыкновенную шпаклевку взял. И это дело шпаклевкой нанес сюда. Но потом, когда она начала отрывать, вот видите, она так вроде неплохо получилась здесь. Это самая, ну, часть оторвалась. Очень трудоемкая. Может быть, если бы она получилась, и качество хорошее бы было бы, не знаю. Но этим путем я не пошел. Еще методами занялся. И вот пришел к такому методу. Сейчас повторюсь, почему именно мы вот с этого делаем? Потому что здесь тампованные имеют углубления. И она вот так пофильминому получается. То есть у нас уже не надо рисовать ничего. И у нас уже есть вот материал, с которого надо отпечаток снять. Один из простых такой метод. Значит, тюбик какой-то берется. Он должен, этот тюбик, быть с фольги. Обычно они или медленные, или алюминиевые. Вот. Они очень мягкие. Вот, в принципе, неплохо получается. Берем тюбик этот, разрезаем. Я повторюсь, я уже сделал, вам просто демонстрирую. Вот разрезаем, и потом вот такой кусочек вот тут оставляем. Вот это все разлаживаем, чтобы мятин не было. Но очень сложно получается, понимаете, вот здесь некоторые вот реплины есть. То есть тюбика, когда его, говорится, использовали, у него очень много мятин. Вот. Чем можно заменить? Хорошо бы, конечно, было, если бы алюминиевая фольга просто-напросто чистая была. Вот она используется в кулинарии. Там чего-то такое заворачивает мясо и в духовку. И в домашнем хозяйстве. От печенья, формочки. Вот с них тоже хорошо. Так, итак, приступим к методу, к первому, который мне понравился, в принципе, и он доступен каждому. Повторюсь, это я просто для наглядности вам показать. Значит, он по размеру вот должен будет перемещаться в этот, значит, приемчик. Подрисовываем. До хозяйства отрезаем лишнее. Я просто показываю. Отрезали. Теперь, чтобы снять слепок, нам на него зафиксировать кусочек скотча. И вот не весь его заскочиваем, а края. Чтобы буквы у нас не заскоченные были. Они продавливаются будут нормально. Повторюсь, просто вам показываю. Аккуратно не буду делать. Вот теперь она у нас зафиксирована. Следующая операция нам надо, где эти буквы находятся. Значит, надо продавить чем-то. Ну, вот я поначалу так вот пальцем просто продавливаю. Так как материал мягкий. Вот. Он уже нашел свое место, так говорится. Также можно старым фломастером, который, как говорится, уже высох. Вот элементарно так вот набиваем, чтобы нам было видно эти буквы. Есть. Теперь берем штапико-инструмент. Широкую часть. И уже я вижу, где эта у меня буква находится. Вот и по буквы вдавливаю туда его. Ну, как чеканка получается. Сперва легкими движениями. Вот, и потом можно уже. Сперва широкой частью. Ну, мы делаем сперва. Я обычно от вертикальной делаю сперва. То есть в одной плоскости. Слишком сильно нажимать нельзя, чтобы не покоробилась фольга вот эта. В этой работе спешить не надо. Здесь надо все делать аккуратно. Форма краткости есть. Теперь можно потом узкой стороной. Здесь уже она же четкость дает. Раз. И вот эти маленькие загибуленькие. Ты уже туда их. Сразу продавливать силы не надо, потому что будет коробиться материал. Именно вот такими небольшими движениями. Потом мы поправим широкой вот это все. И она будет монолитно смотреться. Так, буква Е. Сна. Широкой. Вот и узенько подправляем те места, которые поуже. Вот и порядок. Опять же, повторюсь. Я просто показываю. Вот слишком не старался. Вот там у меня уже заготовки есть. Просто технологию покажу. Если материал хороший, вот оно все будет ровненько. Видите, впадины все как положено. Покручу, чтобы видно было эти впадины. Вот такая вот, что мы резаем это дело. Потом еще поправим. Сперва чуть побольше оставим. А потом подправим. Поволки очень плохо держатся. И они обычно заворачиваются. При езде, при движении. То есть, углу прямых острых особенно не должно быть. Сейчас. Улыбочка с выпуклостями. Как дальнейшей операции. Значит, можно, в принципе, так и оставить. Если материал хороший или менее, значит, его почистить. Он будет блестеть и покрыть. То есть, лаком можно любым, в принципе. Даже лаком, те, которые женщины ногти красят. Прозрачные у них всяческие есть. Можно залить лаком. Можно так оставить. Вот. Ну, я, значит, покажу, как я сделал. Вот для начала я просто ее всю покрасил. Потому что материал очень такой нехороший. Был там всякие рыплины там были. Его просто напросто закрасил. А здесь вот я зашпаклевал эту сторону. Здесь должна быть плоскость ровная. Для того, чтобы приклеить хорошо. Теперь надо нам залить краску. То есть, так она смотрится не очень-то хорошо. Но можно и так повесить. Вот. Но для того, чтобы она смотрелась еще лучше, значит, мы это дело сейчас зальем. Берем черный фломастер, закрашиваем. Я думаю, фломастером каждый сможет сделать. Вот я вам покажу, как я краской заливал. Берем вот эту краску нашу. Баночку подальше, чтобы не перекинуть на мою. Вот. Берем обекновенную спичку. Да, чтобы она быстренько была. И вот теперь очень аккуратненько обмакаем. Но я еще делаю вот так вот ее немножко. Ах, чтобы удобнее было водить, как кочережкой. И пошли аккуратненько заливать. Значит, каплю поменьше надо брать. Лучше потом добавить. И аккуратненько ее введем. Надо грубо залить. А потом уже можно нюансы поправить. Вот краску, в принципе, любую можно брать. Цвет, какой вам понравится. Так, ну в конце я приспособился другими. Это там самое просто. Беру банк. Вот это у меня снежная королева осталась. Краска. Только эти подлинные. Все закрашены были. Просто как бы набиваем туда краску. Потом промокнули тут еще. Есть. Подождем, пока немножко подсохнет. Вот когда она чуть подсохла уже, берем. Ну я вот, обычный коробок использую. Просто тряпочку сюда. Плоскость была. И все это дело протираю. То есть в падинах у нас краска остается. Вот это все очищается. В принципе, пьясен, я думаю, да? Вот нет, растворителем можно еще обмакнуть чуть-чуть. Это дело все вычистить. Вот покажу, как оно получилось. В натуре нормально. Вот такой вот образец. Вот видно нормально, да? Вот видите, хорошо все красным. Красно-щерным. Гармония очень хорошая получилась. Я немножко лампой положу, чтобы было видно нормально. Значит, ее можно прикрепить на какой-нибудь клей посадить. Я сажаю его на лак. Вот лак с катализатором. А потом, если необходимо, через пластмасс. Какой-нибудь заклепочкой. Вот такой аккуратненькой. Вот. Но кто в фольге ничего не нашел. Берем пачку сигарет. Вытаскиваем. И веще-плементарно. Используем вот эту фольгу. Кручим. Приклеили. Все, то же самое делается. Все, но более, конечно, мягкое. Вот и просто тряпочка здесь поводила. Вот так вот. Видите, она сразу разбук проявляется. Отпечаток четкий. Никаких изъянов. Поближе покажу. Видите, какие спардины. Рельеф. Все как положено. Вот на этом можно остановиться. Ну, кто поскор плюсней, можно еще, значит, дальше пойти. Вот оно, в принципе, так уже неплохо получается. Ну, можно, опять же, ту саму технологию, которую мы использовали. Видите, она повторяет рисунок тот, который там и есть. И разглаживаем. Видите, полностью повторила ту форму, которая у нас есть. Так сказать, клише. С этого надо начинать. А потом, я думаю, и день не сможете печатать. Шутка, шутка. Так, снимаем скотч. Здесь материал очень мягкий. Здесь надо очень острожненько покоробилось, так сказать. Вот с этой стороны. Рифленая. Теперь, что надо делать? Можно так оставить. Можно залить буквы. Затем надо будет лаком покрываю или любой какой-нибудь краской. То есть, надо заполнить вот эти падины все. Фонар была ровная. Краска пропитает это, значит, весь материал. И он будет очень-очень стойкий. Крыли, покрыли, покрытили. Нет краски никакой. Лак для ногтей. Высушили, еще раз покрыли, высушили. Особо передавливать нельзя, потому что начинается немножко там борестая местность. Лучше всего вот мы рукой или резинкой провели. И, в принципе, этого достаточно бы было уже. Немножко побольше делаем, потом подровняем лучше. О, сделали, обрезали. Вот такая у меня на камеру получается. Ну, не казистая, так сказать. Это какая получилась на самом деле, когда я не на камеру работал. Сейчас я вам покажу. Там у меня черный фон, вот все чудненько. Здесь, как говорится, блин, рифленые все. Ну, так под фирму. Процентов 90, наверное. Конечно, если есть возможность, купить они недорого, а стоят, в принципе. Ну, если вот в таких случаях хочется вот чего-то такого, а его чего-то такого нет. Как прикрепить? Значит, вот если из такого вот металла, видите, здесь выпуклости, ее просто приклеить нельзя. Здесь надо справа выровнять. То есть шпаклевка, лично, краска, например, нанесли, а не слой высохла, еще нанесли, высохла. А потом шкуркой стереть. Маруная была. Вот, вот эти тоже самое. Вот, ну, этим можно и так приклеить. Ну, в принципе, лучше всего вот уже с одной краской, краской, краской. А потом шкурочкой такой вот, 500-й лист, шкурочкой протереть, чтобы она ровная была. Затем вот имеется вот такой скотч. Вот, ну, в принципе, нормальная вещь. Это двухсторонний скотч. Здесь у него пленка. У него лук. Вот берем здесь раз-раз, но я не буду показывать. Он расщепляется. И вот на такую штуку получается. Это двусторонний скотч. А потом элементарно, смотрите, раз, наклеили. Ну, я просто здесь на камеру неудобно. Вот, наклеили. И он приклеится к чему хочешь. Вот, вот это у нас эмблема. Вот так вот приклеиваем скотч вот на такой. Ну, эту эмблему я посадил на лак. А потом это самометрическое заклепочками сделаю еще. Вот это я тоже посадил на скотч. Здесь не заклепок, ничего не надо. Здесь скотч очень хорошо делится. Совет для новичков. Значит, слишком увлекаться этим делом нельзя. Почему? Потому что не всегда все получается. Если у вас получилось хорошо, приклеивайте. Если у вас получилось плохо, лучше всего переделать. Вот, стараться надо пользоваться, конечно, магазинами. То есть, надо, чтобы она выглядела как подфирму. Или как фирма. Вот, если не получилось, лучше ее выбросить. Всякую залепуху вешать лучше не вешать. Второе. Слишком увлекаться наклейками. Я вот не люблю и вам, в принципе, не советую. Все должно быть в меру. Чем больше наклеек, это не значит, она красивее будет. То есть, надо просто поставить там какую-то деталь. Ну, чтобы она, кажется, смотрелась. Вот, например, накрылилась, смотрите. Хром. Пожалуйста. Он смотрится здесь. Можем бы, всю ее захромилить. Ну, толку-то с этого было. Вот и здесь вот немножко хром. То есть, вот такие маленькие детали, маленькие нюансы. А где-то в нужном месте поставить. Она будет у вас все смотреться нормально. А здесь вот, пожалуйста, видите, тоже вот чуть-чуть. Можно было всю. А вот чуть-чуть она дает уже такое и под фирму смотрится. И, кажется, и затрат поменьше. Просто надо внимательно за раз это все не делается. Я обычно ставлю где-то на неделю его в теплое место. Но как здесь у меня такая теплобеседка. Еще не тепло. Вот я ее не пользуюсь. Вот и так вот внимательно покурил, посмотрел, покурил, посмотрел, что надо, что надо, куда прицепить. Если этикетку сделали, наклейку, вот лучше ее сразу не вешать. Вот, лучше подождите, посмотрите там, 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 посоветуйтесь с домочадцами. Они какое-то свое мнение скажут. А потом, когда, значит, все согласны или мнение у вас уже созрело, вот, внимательно посмотрели на отдали. На отдали, там, метров 5-10. И вам будет понятно, те, оно должно стоять. В следующем видео я вам постараюсь вот такой вариант. Это, как я сделал, именно вот эта панда. Она тоже витяется с выпуклостями. Все как положено. Ну, вот, здесь покажу. Вот это немножко более сложный такой процесс. Вот, ну, дело в том, что и приятный такой процесс здесь. Получается так оно. Качество такое неплохое. Вот, если где-то в таком месте неприметном поставить, а может даже в приметном, как получится, вот, то вылетено, в принципе, под фирму тоже процентов 95, видимо. Это я вам покажу в следующем видео. Первый раз, видимо, конечно, получилось не на отлично. Но в дальнейшем я постараюсь приобрести хороший, качественный материал. И я думаю, у меня получится на самом высоком уровне. Спасибо всем за внимание. Рад, если кому-то помог. Пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь мнению. Всего вам хорошего. Удачи. В дальнейшем выведите приложение этой темы. Соответственно, на другом, уже высшем уровне.